Вот мы с вами постоянно говорим о динозаврах, а про акул говорим очень мало. На моем канале я рассказывал лишь о мегаладоне и геликоприоне, хотя геликоприон даже не акула. А ведь эволюционная история акул тоже невероятно интересная и увлекательная. Акулы всегда эволюционировали таким образом, чтобы попытаться стать высшими хищниками, дабы охотиться на абсолютно все, что видели их глаза. Одним из таких удачных примеров является акула по имени Кретоксирина. И уж поверьте мне, она куда интереснее, чем мегаладон. Кретоксирина это массивный сверххищник, который был крупнее белой акулы и который жил в конце мелового периода. А интерес в том, что он питался абсолютно всеми видами мезозойской живности, которая обитала рядом с ним. Начиная от некрупных мазозавров и плезиозавров, заканчивая птерозаврами и даже некоторыми динозаврами. Да, Кретоксирина была невероятной убийцей, владевшей целым арсеналом универсальных адаптаций, дабы максимально эффективно охотиться на свою добычу. Ей даже дали прозвище Акула Гинсу в честь марки ножей. Гинсу из-за очевидного сходства в легкости разрезания мяса. На самом деле об Акуле Гинсу, или же Кретоксирине, известно довольно много удивительной информации. А все благодаря окаменелостям, которые сохранили большую часть хрящевого скелета. Кретоксирина классифицируется как представитель отряда ламнообразных акул. Это очень богатая и разнообразная группа, в которую входят множество известных вам акул, типа гигантских акул, белые акулы, песчаные акулы. Если вы смотрели мое видео про мегалодона и его сходство с песчаными акулами, то наверное сейчас догадались о том, что печально известный мегалодон тоже входил в эту группу. Род Кретоксирина считается единственным представителем своего семейства Кретоксириниды, а сама же содержит в себе 4 разных вида. И самое интересное то, что они могут быть примером так называемого Хроновида. Хроновид это набор видов, для которых выстроена ровная линия эволюции от одного полевого вида к другому. Они как бы постепенно эволюционировали от одного своего вида к другому. То есть полная противоположность к ладогенезу с ее вот этими вот ответвлениями. Самым олдовым видом Кретоксирина является вид Враконенсис, который далее превращается в Кретоксирину Дентикулату, а затем в Кретоксирину Адасизенсис. И последний вид, самый неуфажный, это Кретоксирина Мантелли, которая как раз таки самая изученная. Изменения, которые происходят между этими видами, очень легко проследить в их зубах. И действительно, вроде бы похоже на Хроновид. Как я уже и сказал, от Кретоксирины известны целые позвоночные столбы и даже почти полные черепа. Однако тут не состыковка. Как мы знаем, скелеты акул состоят из хряща, а хрящ не каменеет. Так каким образом хрящевой позвоночник и череп, которые не каменеют, были найдены окаменевшими? Причина такой хорошей сохранности заключается в среде, в котором была похоронена акула Гинсу. Формация необара в Северной Америке, где и находят подобные окаменелости, состоит из мела, содержащей много кальция. Именно поэтому более мягкий хрящ там становится кальцинированным и каменеется большей вероятностью. И благодаря этим отличным захоронениям мы можем узнать кучу полезной информации об этой акуле. Например, средняя длина Кретоксирины составляет около 5-6 метров. Средняя длина. А некоторые особо крупные экземпляры могли вырастать до 7-8 метров и весом почти в 5 тонн. Да, это крупнее большой белой акулы. Интерес в том, что форма тела акулы Гинсу напоминала белую акулу. А кстати, у мегалодона форма тела как раз таки не напоминала. Кек. Взглянем на череп. Голова Кретоксирины была довольно конической, с относительно тупой мордой. Прямо как комменты под видосом с эндоминусом. Также у нее были большие окна для глаз, что говорит о том, что у нее было отличное зрение. Естественно, отличное по меркам акулы. И это еще один полезный арсенал для охоты. Собственно, челюсти акулы Гинсу имели способность выступать вперед, как и у белой акулы, делая ее укус более глубоким. Теперь взглянем на хвост. Анализ позвонков хвоста показывает, что у Кретоксирины был самый высокий из известных углов кривизны хвостовых позвонков, или по-другому, углов коба. И угол хряща хвоста, то есть 49 и 133 градуса соответственно. И это было самым экстремальным из когда-либо зарегистрированных углов у акул. Подобная конструкция хвостового плавника была наиболее эффективна при быстром плавании. Плюс ко всему этому, Кретоксирина обладала очень плотными, перекрывающимися чешуйками плакоида, параллельными оси тела. Такое образование чешуек позволяло ей эффективно снизить сопротивление воды и увеличить скоростные характеристики. Подобные мы можем наблюдать только у самых быстрых из известных нам акул. Таким образом, учитывая невероятный угол коба и чешуйки плакоиды, мы можем утверждать, что Кретоксирина была одной из самых быстрейших акул, которых знала наша планета. В исследовании 2017 года ученые смоделировали максимальную скорость Кретоксирины и у них получилось 70 км в час. То есть, вспомните, у Мегалодона 15 км в час и у Кретоксирины 70 км в час. Для сравнения, у самой быстрой современной акулы Маку скорость тоже 70 км в час. А теперь вспомните, что акула Мака весит примерно 100 кг, а Кретоксирина весит более 4 тонн. Удивительно, что вымершая 4-тонная акула способна была разогнаться и догнать самую быструю 100 кг акулу современности. И это еще не все. Кретоксирина представляет собой одну из самых ранних форм и возможных источников эндотермии у акул. Это означает, что определенные области их тела с помощью специальной системы кровеносных сосудов, использующих теплообмен и противоток, могут поддерживаться и при более высокой температуре, чем окружающая среда. То есть до 5 градусов. Это говорит о том, что ей ничего не мешало одинаково эффективно убивать как в более холодной, так и в более теплой воде. Вообще, следы укусов этой скоростной акулы-убийцы были зафиксированы на многих животных. Да, она питалась множеством видов животных, в том числе даже гигантской хищной рыбой ксифактиной, которая была более 5 метров в длину. Также, следы укуса критоксирина есть и на некрупных мазазаврах и даже со следами заживления. Что говорит о том, что акула гинсу действительно нападала на них. Также укусы были обнаружены на черепахах, плезиозаврах и других акулах, и даже на динозаврах и птерозаврах. У нас есть следы укусов критоксины на позвоночнике гадрозавра, но вероятнее всего этого гадрозавра уже мертвого выбросило в море, где его и обглодала критоксирина. Однако, непохожая ситуация была и с птеронодоном, у которого тоже нашли следы укусов. И тут уже непонятно, живой был птеронодон или нет. Хотя, ничего не мешало акуле выпрыгнуть из воды на низко летящего птеронодона, да? Это все говорит о том, что критоксирина нападала абсолютно на все, что казалось ей съедобным. То есть, такая акула-берсерк. Однако, какой бы супер-универсальной, сверхскоростной убийцей не была бы она все-таки вымерла. И интерес в том, что вымерла она в разных регионах в разное время. Специалисты предполагают, что критоксирина не смогла выдержать конкуренцию с крупными мозозаврами, типа телозавра. Поэтому, дамы и господа, всегда помните, какой бы вы ни были супер-скоростной, универсальной акулой-убийцей, всегда найдется рыба крупней. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, заглядывай в описание, там и ссылка на мою группу ВКонтакте, и, конечно же, помните, думать полезно.